Мы сегодня что-то поймем очень важное в нашей жизни, очень важное, что мы очень часто пропускаем. И я пропускал, и многие верующие люди это пропускают. И мы не знаем, почему у меня такое, как замкнутый круг, что я не вижу Божьей реальности, что что-то меня постоянно держит, что-то меня мучает, у меня нет движения вперед. Я вроде так молюсь об этом и плачу об этом, и как бы ревную об этом, но вроде бы и ничего и не меняется. И люди иногда разочаровываются, даже уходят от Бога, говорят, что христианство, оно не работает, Евангелие, оно не работает, оно не настоящее. И прежде чем я начну говорить, я хочу прочитать одно место, это послание Колоссянам, 3 глава. Апостол Павел говорит, 16 стих. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Я обращаю внимание на первые несколько слов. Слово Христово довселяется в вас обильно. Один молодой человек, верующий христианин, у него был огромный-огромный огород. Вообще, моя жена выросла в селе, и обычно люди, которые в селе живут, они питаются со своего огорода, знаете, да? Там у них все растет, и картошка, и помидоры, и огурцы, и все-все, что надо для жизни, все натуральное, все естественное, все здоровое. Самое лучшее – это со своего собственного огорода. Так вот, у этого человека был большой огород. Он был заросший, конечно, но огромный огород. И у него появилось такое огромное желание, чтобы на этом огороде был хороший урожай. И в одно воскресное утро он вышел к себе на огород и начал молиться. И говорит, Господи, я прошу Тебя, сделай милость, сделай чудо. Пусть на моем огороде вырастет картошка, вырастет буряк, вырастут помидоры, огурцы, свекла, капуста, редисочка. Да, Господи, я и арбузы люблю, и дыньки люблю. Можно кабачков. А вообще, я еще и малину с клубникой, Господи, еще так для чая, чтобы был у меня. Пожалуйста, Господи, дай мне хороший урожай. Я верю, Ты Бог всемогущий, Ты Бог творящий чудеса. Я это верю всем моим сердцем, и я усповедую это всем моими устами. И я верю, что все это у меня к осени вырастет. Аминь, Господи. Следующее утро он опять пришел. Говорит, Господи, спасибо Тебе за мой огород. Я в ожидании, в ожидании урожая, Господи. Я пророчествую большой урожай. Я исповедую мою веру. Я стою на Твоем обетовании. И я верю, что у меня будет огромный урожай. И каждое утро он приходит. И провозглашает, и исповедует, и пророчествует. И в ожидании. Он, конечно, замечает, что бурьян становится все больше и выше. Уже гадюки ползают. Лягушки квакают. А он стоит в вере. Он стоит в вере и молится за хороший урожай. Пришла осень. Он, как обычно, выходит на свой огород. А там бурьян выше головы. Там уже змеи гнезда поделали. Там уже гебри. И он так разочаровался в Боге. И говорит, Господи, ну как же так? Я так верю. Я так все лето молился. Всю весну молился. Я так верил и пророчествовал, и ждал. Господи, Ты меня подвел. Ты не ответил ни на одну мою молитву. И он разочаровался в Боге и ушел от Бога. Скажите, в чем проблема этого молодого человека? Еще одна такая притча. И нас как-то сестры показывали. Один человек шел по улице и увидел магазин. Продается все. Зашел в магазин, а там за прилавком вместо продавца Бог стоит. Говорит, Господи, а что здесь? Можно все купить? Да, можно все купить. А дорого здесь продается? Говорит, все бесплатно. Да, Господи, так мне столько много надо. Ну, заказывай, что тебе надо? Ну, мне надо здоровья, много здоровья. Мне надо семейное счастье. Мне надо хорошее отношение с людьми. Мне надо, чтобы дети были послушны. Я хочу ничего не бояться. Господь, я так нуждаюсь в своих откровениях. Мне нужно так много-много помазания. Мне нужно так много благодати. Мне нужно так много веры. И дары у тебя, наверное, есть. Говорит, у меня все есть. И он рассказал все, что он хочет. И Господь говорит, хорошо, сейчас я. Он вышел в кладовочку. И выходит с маленьким кулечком. И вручает ему кулечек. Он говорит, Господи, что это такое? Я же у тебя просил так много. А он говорит, ты знаешь, в нашем магазине все продается в семенах. Все продается в семенах. Когда Бог сотворил Адама с Евой, Он поселил их в Едемском саду. Этот сад насадил Бог. И в этом саду были различные деревья, плодовитые деревья, фруктовые деревья. Там не было сорняков, там не было мусора, там не было бурьяна. И Бог сказал Адаму с Евой, Он сказал Адаму, Адам, Он поставил в этом саду и сказал, возделывать его и охранять его. Я не знаю, что должен был делать Адам, и от кого, и от чего он должен был этот сад охранять. Но я думаю, что Адам знал. Адам знал, что он должен делать, и он знал, от кого и от чего его нужно охранять. Может быть, даже его нужно было охранять от этого змея. Может быть, я не знаю. Но получилось так, что Адам согрешил, и этот змей, который пришел, обманул Еву, Ева уговорила Адама, они упали, они согрешили, и Бог их изгнал из Едемского сада. И Бог сказал Адаму, эта земля, прокляна она из-за тебя. Волчцы и терны, она произрастит тебе. А теперь услышите, что я сейчас скажу. Некоторые люди, они не верят на следственное проклятие. Я тоже такого раньше не слышал и не знал. А вот услышьте меня сейчас. Наша душа – это наш сад. Наша душа – это наш огород. И когда мы родились на эту землю, когда родились в этот мир, то наш огород, он не был похож на сад едемский. Он совершенно другой. Мы уже родились с огородом, на котором уже что-то было. Что-то было посеяно нашими родителями. На нашем огороде уже что-то росло. Привычки папы, привычки мамы, характер папы, характер мамы. Есть такое слово, которое называется генетика. Слышали? И вот через эту генетику мы получили определенный огород, на котором уже что-то росло. когда мы приходим к докторам и заполняем анкету, и у нас спрашивают, там есть такие вопросы. Болел кто-нибудь в вашем роду сердцем, диабетом, давлением? Умер ли кто-то от каких-то раковых заболеваний? Почему это спрашивают? Потому что много шансов, что если твои родные перед тобой этим болели, много шансов, что ты получил это все по наследству. Так, нет? Согласны? Есть шанс. Так вот, дорогие, мы не только болезни получаем по наследству. У людей есть такое высказывание, что яблоко от яблони далеко не катится. Почему так говорят? И когда собирается молодой человек сжениться, ему говорят родители, умные родители, говори, смотри. Куда нужно смотреть? Смотри в корень. Смотри не на глазки. Смотри не на фигуру. Смотри в корень. А что такое корень? Посмотри на папу, посмотри на маму, посмотри на их род. Это корень. И когда мы родились, нам родители оставили определенное наследство. Есть родители, оставляют богатое материальное наследство. Есть родители, которые оставляют кучу долгов после себя. И никакого наследства. Вот то же самое в духовном плане. Есть родители, которые детям передали богатое духовное наследство. Папа любил Бога, мама любила Бога. Они жили в церкви. Они были щедрыми, они были добрыми, они были отзывчивыми. И вот эти черты характера они передались детям. У других родителей были злые, жестокие, жадные. У кого-то пьяницы, у кого-то наркоманы, у кого-то постоянно в тюрьмах. И это наследие через генетику перешло к ребенку. И он только родился. Люди думают, что это чистый лист бумаги. Дорогие, это не чистый лист бумаги. Это уже чем-то засеянный огород. Кем-то засеянный огород. И вот с этим огородом мы уже родились. А потом, пока мы маленькие, на этот огород начинает сеяться очень активно много разных вещей. И друзья сеют, и школа сеет, и родители сеют, и мы сеем, и улица сеет, и кино сеет, и музыка сеет, и все сеет в этот огород. И там оно все бурно растет. Кто-то что-то доброе сеет, кто-то негативное сеет. наш огород это наша душа. Душа состоит из разума, эмоций и воли. В наш разум сеется всякая информация. Наши эмоции сеются всякие переживания, всякие страхи, всякие эмоции, злости, гнева, ненависти, злобы, депрессии, печали, уныния, одиночества, отверженности, страхи. Это все наши эмоции и наша воля. Всякие виды рабства, компьютерные игры, телефоны сегодня, алкоголь, наркотики, фильмы, новости. И наша воля она чем-то связана. И вот наш огород. И когда мы приходим к Богу с покаянием и приглашаем Иисуса в свое сердце, в свою жизнь, мы осознаем, что я не могу так больше жить, я не хочу так больше жить, мне нужен Иисус. со всем своим огородом я в ад иду, потому что грехи мои, они меня мучат, они моих ближних мучат, и они меня в ад тянут. И я прихожу к Богу с покаянием и говорю, Господи, спаси мою грешную душу, и окаюсь в моих грехах, приди меня и спаси меня от меня. И вы знаете, что с нами происходит? Дух Святой, Он приходит в наш Дух. Дух Святой оживляет наш Дух. Дух Святой возрождает наш Дух. И Дух Святой поселяется в нашем Духе. Написано, соединяющийся с Господом становится Один Дух с Господом. А вот мой огород бывает, что в один момент Божье помазание приходит в сердце человека и в душу человека. Немножко меняется мышление. Что-то происходит в эмоциях. От чего-то освобождается моя воля. Но в моей душе не происходит стопроцентной перемены. Вся перемена произошла в моем духе. Скажи в духе. А душа это мой огород. Это мое поле. Это мой сад. И я теперь хозяин над этим полем и над этим огородом. И я теперь хочу видеть хороший урожай на моем огороде. Я хочу, чтобы Божье Слово оно обильно вселялось в мое сердце. Я хочу, чтобы Божье Слово оно начало приносить плод в моей жизни. И я пытаюсь Божье Слово посеять в свой огород. И Иисус говорит притчу вышел сеятель сеять и когда сеятель сеял семя одно семя упало на дорогу укатанная почва птицы прилетели поклевали это семя и улетели и это семя не дало никакого плода. Другое семя упало в бурьян в тернии и оно как бы вроде начало расти но потом это терны и эти волцы они заглушили семя оно умерло и никакого плода. третье семя упало в каменистую почву. Там было немножко земли но было очень много камней и тоже быстро взошло солнышко вышло пригрело земля высохла и то что посеяно было засохло и умерло и тоже не дало плода и только четвертое упало на вспаханную чистую добрую почву и когда оно упало на добрую почву оно выросло и оно принесло плод в 30 60 и 100 крат и Иисус объясняет он говорит семя которое упало при дороге это люди которые слушают но ничего не понимают они не понимают о чем идет речь у них мысли как будто асфальтным катком закатаны туда слово даже не проникает они приходят собрания они слушают но они ничего не слышат поэтому они бесплодны он говорит терны это сердце которое полно забот житейских желанием удовольствий мирских наслаждений мирских и человек пришел в церковь он услышал слово или он читает библию он услышал слово он вроде соглашается он иногда даже выходит вперед и говорит помолитесь за меня у него есть желание это слово его касается но вот эти все вещи на его огороде бурьяны на его огороде они заглушают это семя и оно не приносит никакого плода камень он говорит люди принимают когда приходят гонения трудности их обидели их не поняли их отвергли нужно немножко усилий приложить но они не способны их эмоции загружены камнями и поэтому слово не приносит никакого плода и никакого действия а я добавляю а еще у некоторых там уже и змеи водятся и только те у кого сердце доброе чистое и свободное только туда падает семя растворяется верой и приносится плод слава богу послушайте мы можем всю жизнь ходить церковь молиться и ждать плода но до тех пор пока ты не наведешь порядок в своем огороде ничего на нем не вырастет и кроме тебя в этом огороде порядок наведить никто не будет порядок должен наводить ты сам я не могу сам по себе навести порядок я верю в жертву Иисуса я верю в крови Иисуса я верю в исцеляющие раны Иисуса я верю в победу Иисуса я верю в могущество Иисуса и применяя все это благодаря Иисусу я навожу порядок в моем собственном сердце и вы знаете я обратил внимание самый главный инструмент в наведении порядка в своем сердце самый главный инструмент и я понял что это вообще самый главный инструмент в нашей жизни самый главный инструмент в нашей жизни у каждого человека самый главный инструмент на созидание на разрушение на жизнь на смерть на проклятие и благословение самый главный инструмент это твой язык скажи язык Библия говорит что жизнь и смерть во власти и языка Бог избрал пророка Еремию и говорит ему такие слова я хочу прочитать первая глава пророка Еремии 7 стих но Господь сказал мне не говори я молод ибо ко всем кому пошлю тебя пойдешь и все что повелю тебе скажешь не бойся их ибо я с тобою чтобы избавлять тебя говорит Господь и простер Господь руку свою и коснулся уст моих и сказал мне Господь вот я вложил слова мои в уста твои смотри я поставил тебя в этот день над народами и царствами чтобы искоренять и разорять губить и разрушать созидать и насаждать Бог говорит я тебя поставил и строить и ломать и созидать и разрушать и для того чтобы он это делал он ему что помазал уста помазал наша проблема в том что мы не знаем силу наших слов а если знаем то только в негативном плане есть такое выражение язык мой ты можешь жить с таким пониманием что язык твой враг твой и он разрушит всю твою жизнь но ты можешь поменять свое отношение к языку и сделать его своим другом и он восстановит всю твою жизнь когда твой язык станет твоим другом скажи язык мой друг мой что происходит на этом служении вот люди здесь стоят чем они занимались три дня они говорили они говорили и им говорили наши уста обладают колоссальной силой притчи 18 глава с 20 стиха от плода уст человека наполняется чрево его плодами уст своих он насыщается смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов его мы кормим себя своим языком мы строим нашу жизнь нашим языком или мы разрушаем нашу жизнь нашим языком жизнь и смерть во власти языка я понял если ты хочешь что-то убрать из своей жизни и своего сердца тебе обязательно нужно использовать свой язык написано если ты будешь сердцем веровать что Бог воскресил Иисуса из мертвых а устами своими исповедовать Иисуса Господом то ты спасешься есть прямая взаимосвязь между моим языком и моим сердцем если ты хочешь из своей жизни и своего сердца что-то выбросить ты это сможешь сделать только своим языком я еще раз повторяю если ты хочешь из своего сердца что-то выбросить ты туда руками не опустишься а вот твой язык это сможет сделать когда мы приезжаем на это служение и звучит тема о грехах которые связывают человека разрушают человека порабощают человека лишают его здоровья финансов отношений разрушают брак жизнь человек что делает он своими собственными устами он говорит Господь да я соглашаюсь что то что Библия говорит это правда я это делал я это делал я это делал и я сегодня в этом каюсь и когда я в сердце принимаю решение которое я озвучиваю своими устами Господь я осознаю я каюсь крови Иисуса Христа очищает меня от всякого греха аминь и как будто кто-то взял и из моего сердца этот грех и забрал и как будто кто-то взял и с моих плеч мою вину снял она не упала сама я сказал а Бог сделал скажи я сказал а Бог сделал я покаялся а Бог избавил что мы там еще делали мы вспоминали людей которые нас обижали наших обидчиков и что мы делали мы говорили мы говорили Господь вот этот человек меня обидел но во имя Иисуса Господь по Твоему слову я его прощаю я его отпускаю я его благословляю и я отрекаюсь от этой обиды и горечи и когда я говорил я его прощаю и отпускаю приходила Божья благодать и исцеляла раны которые Он мне причинил и таким образом я сотрудничаю с Богом я отрекаюсь а Бог прощает я отрекаюсь а Бог исцеляет я отрекаюсь а Бог освобождает когда вдруг у человека начинается проявление демоническое и он говорит во имя Иисуса я каюсь в этих грехах через которые бесы пришли в мою жизнь и я теперь от всех этих бесов отрекаюсь и я им приказываю убираться вон из моей жизни и что происходит приходит Дух Святой и изгоняет всех этих бесов аминь я говорю а Бог делает чудеса то же самое я наполняю Святым Духом я открываю уста Бог говорит открой свои уста а я наполню их мы просто недооцениваем силу и власть наших слов так вот послушайте какой сегодня твой огород ты можешь еще 50 лет ходить церковь 50 лет читать Библию но если твой огород полон бурьяны камней и змей ничего доброго там не вырастет это гарантия Иисус так сказал там не будет никакого плода и результата человек приходит домой сел на компьютер и часы грузит его разум сел на интернет и часами новости заливают его душу он уже заполнен Библия говорит слово Божье да вселяется вас обильно куда там уже все там уже через край все амбары полные полные там уже слову Божьему некуда помещаться поэтому если я хочу чтобы мой разум заполнился словом мне нужно свой разум освободить мне нужно интернет выключить кино выключить сайтов уйти с новостей уйти и сказать Господь я отрекаюсь от всей грязной лживой информации и пусть кровь Иисуса очистит мои мозги мой разум и мои мысли мои чувства сколько мы не обращаем внимания как в наши чувства и эмоции дьявол просто приходит в открытые двери ему и ломиться не надо и стучаться не надо он приходит как домой ему даже не сопротивляются меня обидели и я согласился я согласился с тем что меня обидели мне классно меня обидели что с тобой а меня обидели другими словами дьявол просто пришел к тебе как домой со своими обидами и ты его так легко принял и согласился дьявол бросил камешек потом еще камешек потом целую глыбу потом целую скалу жена обидела муж обидел дети обидели церкви обидели пастор обидел лидер обидел люди обидели музыканты обидели операторы обидели обиделся на весь мир кто виноват все виноваты а я герой и я ношу обиды как ордена меня везде обидели слушай твой огород полон камней на котором ничто никогда не вырастет поэтому если хочешь чтобы на твоем огороде что-то выросло твои эмоции твои чувства они должны быть свободны от камней аминь а если они загружены ничего там не вырастет ты можешь молиться ты можешь поститься ты можешь ходить в церковь но ты плоданик никогда не увидишь то же самое наша воля Павел говорит желание добра есть у меня а чтобы сделать не могу связан кто-то ленью кто-то эгоизмом кто-то грехами связан руки не поднимаются глаза не поднимаются ноги не идут связан молюсь и не знаю слышит меня Бог или не слышит меня Бог ответит мне Бог не ответит мне Бог не знаю не знаю и вот при всем этом мы пытаемся служить Богу так вот если я хочу чтобы в мою жизнь пришли глобальные колоссальные перемены мне нужно навести порядок в моей душе вот поэтому люди едут на три дня и они там наводят порядок своей душе они каются они исповедуются они прощают они отрекаются они разрывают душевные связи они изгоняют бесов Бог наполняет их духом они переживают Бога переживают радость приезжает церковь говорит аллилуйя я летаю кто-нибудь из вас летал летали прошло несколько месяцев и опять поползли и вот услышьте меня сейчас что я скажу почему поползли услышьте меня когда мы навели порядок в нашей душе наш огород чистенький и вспаханный но пустой но пустой это вы перемели все ваши тарелочки посуду кастрюли все сверкает но оно все пустое чтобы оно было чтобы от него поесть туда нужно положить приготовить поработать так вот служение внутреннего исцеления это генеральная уборка это ты навел порядок своей душе то что ты копил годами сегодня утром Саша проповедовал и говорит у каждого из нас есть шкафчик такой дома куда мы все бросаем где-то гвоздик валяется в шкафчик шурупчик валяется в шкафчик там где-то какая-то защелка чего-то отпала в шкафчик инструментом поработал чтобы в гараж не идти в шкафчик и мы туда годами не заглядываем и он уже не закрывается этот шкафчик уже через верх уже дно отпадает от этого шкафчика скажите у кого нет такого шкафчика наверное у всех и чаще всего мы туда и заглядывать не хотим по-быстрому может вдруг оно там лежит так открыто шкафчик поискал поискал если что-то нашел так вот дорогие вот этот шкафчик очень часто причина всех наших проблем у нас часто есть уголки куда мы никогда не заглядываем но именно эти уголки и контролируют всю нашу жизнь так вот что делать что делать номер один навести порядок в своем огороде скажи наведи порядок в своем огороде а потом засевай свой огород засевай хочешь картошку сзади картошку хочешь огурчики сзади огурчики вот все что ты хочешь сзади в свой огород бери бери как и сей свое сердце и мало того что я только слово сею смотри чтобы больше бурьяны не росли смотри чтобы больше камней не собирать смотри чтобы больше тебя ничего не увлекло чтобы тебя ничего не связало «Возделывай свой сад, как Адам с Евой, и охраняй его! Возделывай и охраняй!» Скажи, «Возделывай и охраняй!» Поэтому я навел порядок, а теперь скурпулезно, активно возделываю и охраняю. И Бог гарантирует обильную сжатву в твоей жизни. Аминь! Что такое огород? Ну, я так думал, наверное, огород – это то, что огорожено. Да, нет? Поэтому твой участок должен быть огорожен. Ты должен бодрствовать, что ты смотришь, что ты слушаешь, что ты читаешь, где ты бываешь, какие эмоции в тебе поднимаются, какие чувства к тебе приходят. И если только кто-то или что-то стучит в твое сердце, в твою душу, и ты понимаешь, что оно принесет тебе разрушение, нужно гнать сразу. Скажи сразу, скажи сразу, твоя душа не должна быть проходным домом или проходным двором. Город без стен. В любое время, дня и ночи, любой прохожий, любой враг, любое приходит и делает, что хочет. Поэтому я должен навести порядок в огороде, я должен поставить нормальный забор, я должен бодрствовать, чтобы туда никто ничего не влезло. Вы знаете, мы настолько расслаблены, мы даже не обращаем внимания, какие эмоции сейчас мною владеют. Какое настроение у меня сейчас. А ведь все это влияет на твой плод. Твое состояние, твое настроение, твоя печаль, твое умение, твои обиды, твоя горечь, твое расстройство, твоя депрессия. Ведь оно все убивает, убивает твой урожай. Вот поэтому, если ты хочешь иметь всегда хорошее настроение, делай себе хорошее настроение. Пой веселые песни, славь и величай Бога. Приходишь в церковь, не стой, как столбик. Поднимай свои руки, открывай свои уста и славь Бога. В твоих устах есть сила и власть. От своих уст ты наполняешь свое чрево. Когда ты поешь, мой Бог велик, мой Бог прекрасен, Господь царствует, ты поешь и ты начинаешь в это верить. И ты наполняешь себя Святым Духом. И ты, как напоенный водой усад, не откроешь своих уст, воды не напьешься. Откроешь своего рта, Святым Духом не наполнишься. Открой свои уста и я наполню их, говорит Господь. То же самое в молитве. И я говорю, я говорю ни слухи, ни сплетни, ни новости. Я говорю Божьи дела, я говорю Божье Слово. И мое сердце насыщается. Меня обижают, и я не отходя от кассы. Во имя Иисуса я Его благословляю, я Его прощаю, я Его отпускаю. И я не принимаю эту обиду. И все. И тебе не нужен следующий энкаунтер. Потому что ты все проблемы решаешь сразу. И мы должны этому научиться. Очистить огород, поставить забор хороший, поливать ежедневно. Сади то, что ты хочешь, чтобы выросло. Сея туда. И не позволять ничему, никому туда влазить с грязными ногами. Аминь. И все на твоем огороде вырастет. И придут ответы на все твои молитвы. На все твои желания. Я рассказывал однажды, мне просто нравится этот случай из моей жизни. Их не так много, но он такой очень яркий. Просто Бог вовремя дал идею хорошую. Я рассказывал, как мой сын разбил одну машину, потом разбил вторую машину, потом разбил третью машину. И я чувствовал, что мою крышу срывает. Он зашел в дом. Жена рядом, все дети в доме. И я чувствую, сейчас открою рот и начну что-то говорить. Это будет вулкан. Потому что я был полон гнева. Меня внутри все рвало на части. И я понял, если я только сейчас что-то скажу, это будет конец. Что я сделал? Слава Богу, стоял музыкальный аппарат. Я включил музыку. И я начал танцевать. И славить Бога. Мои дети думали, что папа крышу сорвало. А я прыгал, чтобы не сорвало. И когда я успокоил свои чувства, успокоились мои эмоции. Все внутри успокоилось. Я подошел к сыну, обнял его и говорю, все нормально, сын мой. А потом мы с ним ехали. И я его в иншуранс записал еще следующего автобуса. Я говорю, папа, что ты сделал? Говорю, вписал тебе. Зачем? Это же так дорого. Я говорю, сын мой, хочу, чтобы ты знал, что все мое, твое. И он заплакал, и я заплакал. А если бы в этих эмоциях я открыл свой рот, мы могли бы с моим сыном навсегда разорвать все наши отношения. Поэтому, когда ты в негативных эмоциях, не открывай свой рот. Аминь. Когда тебя достали, молчи. Лучше закройся. Отрекись от этого гнева, от этой злобы, от этой обиды. Приведи в порядок свой огород. А потом иди разговаривай с человеком. И у тебя всегда со всеми будут хорошие отношения. Почему плохие отношения? Никто со мной не дружит. Никто со мной не хочет разговаривать. Никто на меня не принимает. Загляни в свой огород. Аминь. Господи, спасибо Тебе за Твою благодать. Спасибо Тебе за Твой дух. Спасибо Тебе за Твое слово и за Твою истину. Поэтому, Господи, дай мне смелость навести порядок в моей душе. Дай мне смелость убрать все, что Тебе не угодно. Дай мне смелость выключить, убрать все, что меня засоряло до сегодняшнего дня. Возделывать и охранять. И будет, обязательно будет урожай. Аминь. Мое желание следующего собрания. Мы будем шаг за шагом проходить все эти этапы. Все, чем дьявол мог нас загрузить. Мы будем все это освещать. Чтобы вы знали все, от чего нужно избавляться. Во имя Иисуса. И будем избавляться. Аминь. Иисус. Продолжение следует...